Итак, друзья, еще раз всем доброе утро. Я поставила наш вебинар на запись. Вижу, что услышано и видно меня хорошо. Презентация моя видна. Давайте мы с вами начнем уже потихоньку нашу официальную часть. Подскажите, пожалуйста, меня интересует в первую очередь, поскольку у нас вебинар, он такой практический, он рассчитан у нас и на партнеров, и на клиентов. Я хочу понимать, есть ли у нас здесь среди участников клиенты компании, предприниматели, которые используют UDS уже в своем бизнесе, либо только планируют. Поставьте, пожалуйста, двоечки, если здесь есть предприниматели, не партнеры компании, кто уже использует UDS, либо рассматривает этот инструмент в свой бизнес. Так, отлично. Илья, Ирина. Уважаемые партнеры, если вдруг вы не знали, что можно пригласить клиентов, еще успеваете скинуть им ссылку, пока мы начнем. Они могут успеть присоединиться. Дмитрий, да, отлично. Ну, и также наверняка у нас есть партнеры, которые представляют своих клиентов, да, кто сопровождает, наверное, хочет понять, как настраивать кросс-маркетинг, какие механики использовать и зачем, в принципе, он нужен. Так, давайте мы теперь с вами поймем, какие бизнесы у нас представлены. Друзья, напишите, пожалуйста, в чат, какой бизнес вы представляете, какой город, как называется ваша компания и какую нишу, какую сферу вы представляете. Я пока расскажу пару слов о себе. Давайте с вами знакомиться. Буду рада, если мы будем друг другу с вами полезны, подружимся еще в социальных сетях. Поэтому подписывайтесь на мой инстаграм, как говорит моя пятилетняя, почти уже шестилетняя дочь. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, да, наше поколение Digital. Фотосалон, ресторан, ювелирный магазин. Очень классно. Сейчас расскажу пару слов о себе. Я 11 лет своей жизни проработала в банковской сфере с 2007 года. Я, собственно, представляла, работала в сфере продаж в розничном направлении, в private banking. Начинала свой карьерный путь со славного Альфа-банка. И, в принципе, вся моя карьера – это несколько топовых банков. Это Альфа-банк, Райфайзен-банк, это банк-траст. В его лучшие времена, может быть, кто знакомый с этим банком или был клиентом или партнером. В те времена, когда еще этот банк мог позволить себе оплачивать рекламу с участием Брюса Уиллиса. Работала в банке Траст в его лучшие годы. Работала с корпоративным бизнесом и малым-средним бизнесом. И есть большой опыт по части управления клиентским сервисом, опытом построения партнерских программ в банках. Также опыт представления банков на самых разных уровнях, высших, начиная от конференций отраслевых и заканчивая яхтенными регатами, участие как генеральный партнер. Ну, собственно, с UDS знакома и работаю непосредственно каждый день уже на протяжении двух с небольшим лет. В 2017 году я сделала выбор в пользу этого бизнеса, этого продукта и покинула банковскую сферу, пока не планирую в нее возвращаться. Работаю с UDS как с инструментом, который на сегодняшний день закрывает огромное количество задач и поле предпринимателя. Я сейчас являюсь регулярно постоянно ведущей круговых столов для предпринимателей в московском офисе нашей компании, воркшопов. Я буквально завтра-послезавтра буду выступать на бизнес-форуме. Если вы находитесь в Москве или у вас есть клиенты, друзья, знакомые, предприниматели в Москве, обязательно пригласите. Буду рада увидеться, познакомиться, пообщаться. Так, вижу, что пишете. Ирина пишет. Антискользящее напольное покрытие, Алматы, оптика, набережные, челны, кафе, ресторан, суши, паб, монтаж, ювелирка, каворкинг, магазин дизайнерских носков и колготок. Круто. Я вижу, что у нас внушительная география. Классно. Так, ну что, друзья, давайте мы сейчас тогда с вами перейдем к нашей пока теоретической части, да. Я сейчас расскажу о том, что такое кросс-маркетинг, почему он как инструмент на сегодняшний день актуален, и каким образом UDS как инструмент оцифровки этого прекрасного способа привлечения и удержания клиентов на сегодняшний момент закрывает задачу по настройке эффективного кросс-маркетинга. Пока я буду давать основной контент, я выключу наш чат. После того, как я закончу основную часть, мы с вами еще несколько минут пообщаемся в режиме вопрос-ответ. И я бы хотела, чтобы вы поделились своим опытом. Возможно, так, если вы уже используете кросс-маркетинг, он уже принес вам плоды. Поделитесь, как вы это делаете, с кем вы партнеритесь, да, но это будет в конце. И если у вас будут какие-то вопросы, я буду рада на них ответить. Ну что, давайте начнем. Я закрываю чат. Все, начинаем. Итак, собственно, тема моего сегодняшнего вебинара – это «Не конкурируй, а объединяйся». И что такое кросс-маркетинг на платформе UDS? Давайте мы с вами представим ситуацию. Да, вот у нас как раз представлены бизнесы из той сферы, которую я здесь упоминаю. Давайте мы с вами представим ситуацию. У вас есть какой-то ресторан, магазин, фитнес-студия, каворкинг, допустим, да, магазин там дизайнерских колготок, салон красоты. Какая первая задача стоит перед вашим бизнесом? Первая задача – это создать, сгенерить поток клиентов в ваш бизнес, да, сделать так, чтобы о вашем бизнесе узнали. Если он только открывается, если он на этапе запуска, если ваш бизнес уже действующий, задача – настроить клиентский поток таким образом, чтобы он был непрерывным, чтобы у вас не было проседаний по продажам, чтобы не было сезонных спадов активности и чтобы не было кассовых разрывов. Бизнес должен работать, зарабатывать деньги, приносить прибыль и быть эффективным. И встает вопрос, что нужно для того, чтобы бизнес как раз работал постоянно, приносил прибыль, чтобы продажи росли, чтобы клиенты прибавлялись, но при этом, чтобы рекламные бюджеты не были огромными. И я думаю, что каждому из вас, кто занимается как раз развитием своего собственного бизнеса, ситуация знакома, когда вы используете различные рекламные площадки и постоянно требуется либо продлить там таргетинг или рекламный, оплатить рекламный аккаунт где-то в соцсетях, либо заплатить промоутеру за раздачу листовок, либо продлить там Яндекс.Директ. Постоянно, постоянно, постоянно предприниматель сейчас находится в парадигме лидогенерации. То есть что происходит в современном мире. Я уверена, что многие из вас со мной согласятся, что традиционный бизнес – это в большинстве своем рынок, как сейчас модно говорить, да, есть такие понятия, как Голубой океан и Бобровый океан. Вот традиционный бизнес в основных его нишах, особенно в тех нишах, которые вот сейчас у нас представлены в чатах, да, это кафе, рестораны, салоны красоты, это розница, магазины, это рынок Бобрового океана, где конкуренция очень высокая, и для того, чтобы вам получить своего клиента, чтобы он с вами остался, чтобы он не ушел к конкуренту, который предложит, возможно, что-то дешевле или более качественное, нужно постоянно работать над этим вопросом, в общем. И вот эта ситуация многим из вас наверняка знакома, когда постоянно вы думаете о том, как бы сгенерить трафик. В таком формате у вас может набежать в среднем, да, вот статистика такая по России, ну, минимум там от 30 до 50 тысяч рублей – это средние рекламные расходы в месяц. У меня немножко съехала презентация, видимо, загрузилась чуть-чуть в другом формате, но не страшно. И на самом деле вот те клиенты, которые к вам пришли из рекламных источников, сразу встает вопрос, что после того, как клиент принял решение остаться с вами, купить, точнее, сделать покупку, заплатить вам деньги, что после этого вы делаете дальше с этим клиентом? Вопрос, оставляет ли этот клиент цифровой след? Вопрос большой, выстраиваете ли вы в дальнейшем с ним какую-то коммуникацию? Есть ли у вас какие-то инструменты для того, чтобы этого клиента потом догнать какими-то специальными предложениями, какими-то push-уведомлениями, сделать так, чтобы он вернулся к вам повторно и сделать так, чтобы этот клиент порекомендовал вам новых клиентов, привел в ваш бизнес новых клиентов? Все мы с вами знаем, что UDS – это как раз тот самый инструмент, который запускает в любом бизнесе, который, так скажем, конкурентоспособен, который предлагает качественный продукт и услугу, UDS запускает обратную воронку продаж, когда у вас есть возможность теперь и классный инструмент в руках, чтобы клиента стимулировать к повторной покупке и к рекомендациям вашего бизнеса. И как раз кросс-маркетинг – это один из инструментов, который позволяет вам привлекать клиентов еще из дополнительных источников. Сейчас кросс-маркетинг как, ну, так скажем, такой креативный инструмент, он набирает все большую популярность. Почему так происходит? Опять же, да, возвращаясь к предыдущим слайдам, мы с вами понимаем прекрасно, и большинство из вас наверняка на себе это испытывает, что реклама сейчас уже далеко не та, что была раньше. Она становится все дороже, все менее эффективной, и бизнес, который, ну, возможно, не до конца или не настолько тщательно изучил свою целевую аудиторию, ему очень сложно в нее попасть, да, именно в того клиента, которого ваше рекламное сообщение, ваш месседж заинтересует и приведет в ваш бизнес. И учитывая, что огромное количество бизнесов сейчас вокруг нас как потребителей, огромный информационный шум, мы уже все меньше как потребители, как клиенты, все меньше и меньше доверяем традиционной рекламе. Как правило, мы доверяем рекомендациям, мы, как правило, ищем подтверждение социальное того, что тот специалист, который мне нужен, он действительно специалист, или там в этом ресторане, в который я хочу пойти, действительно вкусно, и здесь как раз рекомендации работают очень круто, и рекомендации могут работать не только в части круга ваших клиентов и потребителей, но также в отношении ваших партнеров. Вопрос, как запустить кросс-маркетинг, да, и, ну, собственно, да, WhatsApp, да, так, что с этим всем делать, да, в чем проблема? Берем и делаем. Помимо традиционных источников привлечения, так, традиционных источников привлечения, кросс-маркетинг – это очень классный креативный инструмент, который позволит дать вашим клиентам дополнительную ценность. Что нам нужно делать? Друзья, я потом скину вам презентацию немножко в другом формате. Здесь она чуть-чуть поехала. Но, тем не менее, что нам нужно с вами делать, чтобы качественный кросс-маркетинг запустить в своем бизнесе? Самое главное, что нам нужно понимать, это кто вообще наш клиент. Нам нужно тщательно изучить портрет своего покупателя. Нужно понять, какие у него еще интересы есть, помимо того продукта или услуги, который предлагаем, продвигаем мы. И нам нужно понять, ну, так скажем, да, где еще на каких водопоях подпасутся наши клиенты, то есть где они еще являются клиентами, какими интересами они живут, какие вообще услуги, какие продукты для них были бы востребованы и какая дополнительная ценность может быть для наших клиентов в нашей партнерской программе с другими компаниями. Когда мы понимаем, что, допустим, в нашем бизнесе 70% женщин, да, примерная ситуация, которая здесь описана, 70% женщин, да, основная целевая аудитория – это барышни, это достаточно высокий среднемесячный доход, допустим, там вот 80 тысяч рублей. Средний чек в нашем бизнесе порядка 2500 рублей и частота посещения нашего клиента примерно 3 раза в месяц. Ну, здесь такой пример приведен, допустим, салон красоты. Что дальше? Когда мы изучили привычки, интересы своего покупателя, когда мы поняли, кто же все-таки наш основной клиент, а мы с вами знаем, что UDS дает очень классные инструменты по изучению своих клиентов, по пониманию того, кто наш ключевой клиент, какие у него ресурсы, какие у него интересы, какая частота покупок, да, мы все это можем как раз через UDS понять, пощупать и оценить. Что мы делаем дальше? Дальше мы уже, исходя из интересов своей целевой аудитории, подбираем партнеров, которые были бы нашему клиенту интересны. И запускаем действительно эффективный кросс-маркетинг, который работает. Если у нас салон красоты, наш клиент, наша девушка, женщина, которая к нам ходит 2-3 раза в месяц примерно на различные услуги, это значит, что она ухаживает за собой, значит, какие у нее могут быть интересы. Скорее всего, она может интересоваться спортом, танцами, йогой, здоровым образом жизни. Она может интересоваться каким-то там саморазвитием, да, она также ходит в кафе, рестораны, она посвящает время себе, семье и так далее. Нашими партнерами здесь могут быть и магазины косметики, парфюмерии, и магазины женской обуви, аксессуаров, каких-то подарков для женщин, какие-то услуги, направленные непосредственно на женскую аудиторию. Это могут быть кафе, рестораны, развлечения какие-то, кинотеатр, театр, все что угодно, тренинговые центры и так далее. И мы, подбирая партнеров по такому признаку, в том числе оцениваем и их клиентскую базу, ведем с ними диалог. И, допустим, мы подобрали партнеров, у которых в среднем от двух до десяти тысяч клиентов в клиентской базе. И мы понимаем, что в нашей базе условно полторы-две тысячи человек, а у наших партнеров в совокупности может быть там и 30, и 50, и 70 тысяч человек, если мы рассматриваем какую-то локацию, как мы можем дотянуться до этих клиентов? Только зайдя в партнерство с этим бизнесом и выстроив с ним отношения таким образом, чтобы сотрудник нашего партнера рекомендовал еще наше заведение. И смотрите, какой ресурс у нас появляется, когда мы запускаем такой проект. Это огромная база, которая дает нам возможность при правильной, при эффективной настройке и увеличить оборот, и удержать клиентов, и сделать прирост клиентской базы существенной. И при этом затраты, которые будут у нас на такую партнерскую программу, они по сравнению с рекламными бюджетами в среднем по России, они по факту очень маленькие. И на самом деле кросс-маркетинг – это очень эффективный способ продвижения своего бизнеса совместно с другой компанией. То есть почему основной посыл – не конкурируй, а объединяйся. Потому что сейчас еще в обществе идет очень сильная такая тенденция, сильный тренд по формированию сообществ. Обратите внимание, если говорить о бизнес, допустим, ниши, как много сообществ появилось в последнее время. Это и бизнес-молодость, это и клуб-трансформатор, это какие-то деловые сообщества, сообщества спикеров, сообщества женщин-предпринимателей, там, я не знаю, сообщества мужчин-предпринимателей, там и так далее. То есть сейчас общество наше движется к как раз обобщенности, к тому, чтобы общаться, иметь какие-то схожие интересы. Если говорить о крупных городах, то этот тренд, он наиболее яркий. Почему? Потому что у нас очень высокая скорость жизни, очень интенсивная динамика. И на самом деле наше окружение, то, которое формировалось у нас годами со школы, с института, да, с прошлых каких-то мест работы, оно может очень быстро меняться и обновляться. Почему? Потому что, например, там, в той же Москве мне очень сложно доехать до своей подруги, которая живет там на другом конце города. И мы общаемся крайне редко. Но зато у меня есть сообщество, допустим, партнеров, с которыми я вижусь каждый день. И, по сути, это мое такое основное ключевое окружение. И ваш клиент, он также заинтересован в том, чтобы получить какое-то новое интересное окружение, новые интересные услуги, новых интересных партнеров, зайти в новый бизнес как клиент, пощупать что-то. Поэтому вот объединяться, так скажем, в стае, да, в сообщество – это сейчас тренд трендов. Кросс-маркетинг вам в этом поможет не только с точки зрения формирования сообщества для своих клиентов, но и формирования сообщества предпринимателей, клиентоориентированных, которые заинтересованы в том, чтобы дать своему клиенту нечто большее, чем просто купи-продай, да. Согласны наверняка вы с тем, что когда клиент к нам приходит в бизнес, там, не знаю, приходит, я прихожу в салон красоты, делать маникюр, я ожидаю, что мне сделают хороший, качественный маникюр, я заплачу за это деньги и уйду. Но когда мне в салоне предлагают клубную карту и говорят о том, что баллы, которые на этой клубной карте, я могу еще потратить, допустим, на фитнес, на йогу или зайти по соседству, выпить чашку кофе, допустим, с круассаном бесплатно, потому что это клуб привилегий для постоянных клиентов. Для меня это уже будет вау-эффект. И кросс-маркетинг – это один из классных инструментов, который позволит вашим клиентам донести какую-то добавочную ценность к вашей бонусной программе, просто к системе скидок, просто к формату качественного обслуживания и продукта. Это уже вау-эффект. Это то, что превысит ожидания клиента. Там опять у нас тут цифры поплыли. Ну и если рассматривать вот такой формат партнерства, да, когда мы объединяем вокруг себя несколько бизнесов со своими уже накопленными, проработанными клиентскими базами, и мы говорим о том, что пусть хотя бы 5-7% лояльных клиентов придет к нам от этой базы партнеров, мы понимаем, что на одном клиенте, который к нам придет, мы сэкономим огромное количество рекламного бюджета, и клиент там будет стоить, привлечение этого клиента будет стоить там условно не 400-500 рублей, а там 30-50, и это не факт. Значит, смотрите, если говорить о том, как инструментарий TDS использовать для настройки кросс-маркетинга, как вообще мы привыкли с вами делать? Кто вообще видел вот такой вот кросс-маркетинг, который я называю, знаете, кладбище листовок и визиток, да, если мы говорим о каких-то там торговых центрах, бизнес-центрах, допустим, салон красоты или ресторан, мы заходим, и первое, что мы видим при входе, как правило, да, это либо стоечка какая-то, либо какой-то стол, тумба, на которой вот такими вот аккуратными горочками, иногда не всегда даже аккуратными горочками, лежат какие-то рекламные материалы, визитки, листовки, буклеты, и зачастую предприниматель, да, вот вы как собственник, в надежде на то, что это поможет вам привлечь новых клиентов, начинаете тратить время и деньги на вот такой вот способ. Это не работает. Что работает? Работает другая история. Работает тогда, когда этот процесс оцифрован для всех участников, когда он прозрачен и максимально удобен. И для вас, как предпринимателя, и для собственника, вернее, для сотрудников ваших он понятен и прозрачен, и сотрудники мотивированы, и для клиента. Если говорить о том, какие стандартные маркетинговые решения мы обычно используем и сколько это стоит, да, мы уже эту тему с вами поднимали, давайте я не буду на ней останавливаться. Продолжим. То есть явно кросс-маркетинг – это тот инструмент, который позволит вам сэкономить очень сильно серьезный рекламный бюджет. Опять же, если говорить о преимуществах, да, в принципе, они очевидны, для того, чтобы программа была эффективна, я рекомендую ограничить количество партнеров в кросс-маркетинговой группе, ну, начнем там с 3-5, допустим, и максимум до 10-12 партнеров, для того, чтобы это было эффективно, для того, чтобы у вас не было путаницы, для того, чтобы у вас не было, ну, никакого такого балагана, да, в компании. Если мы говорим о постоянном регулярном партнерстве, если это какие-то разовые акции, если это какой-то событийный маркетинг, конечно же, это количество партнеров, оно абсолютно не ограничено. Я здесь говорю только о постоянном партнерстве, которое вы используете, да, на регулярной основе. Едем дальше. Что получает клиент, который приходит в тот бизнес, где качественно, эффективно, интересно, вкусно настроен кросс-маркетинг? Через инструмент UDS он, безусловно, получает и удобное мобильное приложение, в котором у него собраны все те предложения от компаний, в которых он является клиентом или гостем. Он может экономить там практически до 100%, будучи клиентом этих компаний, получать какие-то закрытые предложения, эксклюзивные, участвовать в акциях, конкурсах, розыгрыжах. То есть вы как бизнес максимально клиента вовлекаете во взаимодействии с собой, в том числе используя какие-то игровые моменты, конкурсные механики. Прошу прощения. И вопрос перед многими предпринимателями стоит следующий. Как мне эффективно и качественно выбрать партнера? Я всегда говорю о том, что первый ключевой момент, это то, что вы со своим партнером не конкурируете ни по одному из направлений. Продукта, услуги, каких-либо там дополнительных услуг и так далее. Проанализируйте своих потенциальных партнеров на предмет конкуренции. Если вы где-то в чем-то даже в каком-то маленьком пункте пересекаетесь, и можете быть конкурентами, либо вам как-то договориться сразу на берегу о том, что вы не будете использовать этот инструмент для конкуренции, для того, чтобы перетянуть клиента друг от друга, либо лучше отказаться от этого партнерства. Следующий важный момент, почему я вначале сказала о том, что важно в первую очередь знать свою целевую аудиторию качественно, максимально ее проработать, максимально ее проанализировать, потому что вам будет проще подобрать того партнера, который действительно будет интересен вашему клиенту, не интересен вам, как вы об этом думаете, как вы это представляете, а интересен непосредственно вашему клиенту, чтобы клиент пользовался этим кросс-маркетингом для себя, для своей выгоды. Дальше. Важно, чтобы интересы вашей целевой аудитории совпадали хотя бы в нескольких пунктах, в нескольких точках для того, чтобы действительно это было эффективно, для того, чтобы эта кросс-программа была востребована вашими клиентами, чтобы вы видели экономическую выгоду, экономическую целесообразность. Обязательно важно проанализировать, на том ли качестве, на том ли уровне качества продукты, услуга находится у вашего партнера потенциального, потому что вам, как собственнику бизнеса, не должно быть стыдно за своего партнера. Сходите, прежде чем предложить ему партнерство, сходите к нему тайным покупателям. Моя такая рекомендация, которую я здесь не указала, но это, скажем так, одно из таких ключевых моментов. Я крайне рекомендую это сделать для того, чтобы вам пройти путь клиента и проанализировать, действительно ли там все хорошо, и не будет ли вам стыдно за то, что вы этого партнера рекомендуете в рамках своей кросс-программы. Дальше. Вам необходимо, когда вы подобрали кул партнеров, когда вы определились с интересами своих целевых аудиторий, поняли, что они совпадают, поняли, что те партнеры, которые будут с вами участвовать в этой группе, они действительно интересны клиентам, их продукты и услуги востребованы, качество сервиса на высоте, то следующая задача – это продумать концепцию этой партнерской программы. Она должна быть, ну, я бы так не говорила, чтобы она должна быть продумана до мелочей, но, по крайней мере, концептуально вам необходимо ее упаковать. В какую-то ключевую, корневую ценность, что вы несете своему клиенту, чем вы конкретно обогащаете свои там бонусные программы, свой бизнес за счет своих предпринимателей-партнеров. То есть продумайте концепцию и упакуйте ее. То есть, допустим, если приводить конкретный пример, в городе Краснодар есть прекрасный пример кросс-группы, это кросс-группа Дом, это где объединены компании, предоставляющие товары и услуги для стройки ремонта. И у них основной посыл на полиграфии, где размещены QR-коды всех компаний, которые в эту кросс-группу входят. У них такой посыл, что цена ремонта имеет значение. То есть здесь мы упаковали эту концепцию в концепцию экономии при ремонте. То есть кто делал ремонт, тот знает, что это такое. И, во-первых, каждая копейка на счету, как правило, у большинства клиентов. Во-вторых, всегда важно получить качественную услугу, качественный продукт, хорошие обои, хороших работников, которые не накосячат, ни с чем и так далее. И здесь как раз такая очень интересная концепция. Она действительно клиенту откликается и востребована у него. Едем дальше. Мы с вами разобрались. Давайте теперь посмотрим, какие есть виды партнерства, которые вы можете использовать для себя. То есть я вначале привела пример вида партнерства локационного. То есть тогда, когда ваши бизнесы находятся в шаговой доступности друг от друга, либо на территории, допустим, одного торгового центра, либо на территории какого-то одного жилого комплекса. И вы можете использовать как раз принцип партнерства локационный. Подобрать себе тех партнеров, в которых и так ходят, в принципе, ваши клиенты, но теперь вы будете обмениваться этими клиентскими базами и взаимно обогащать друг друга за счет уже такого продуманного партнерства. Следующий вид партнерства – это близкий ценовой сегмент. Смотрите, вот здесь я бы рекомендовала тем компаниям, которые находятся в сегменте премиум плюс, подбирать себе партнеров не только по локационному признаку, потому что иногда это бывает достаточно проблематично, но и по признаку как раз интересов целевой аудитории и одного сегмента платежеспособности клиентов. Ну, давайте пример приведу. Допустим, у вас ювелирный магазин, кто-то из участников ювелирный магазин писал в чате, представляет. И мы понимаем, что клиент, который покупает в нынешних условиях экономики, клиент, который покупает ювелирные изделия, это тот клиент, который в принципе находится в таком сегменте, в среднем сегменте дохода и выше. То есть это не то население, которое экономит, это не тот слой клиента. И клиенту, который покупает ювелирные изделия, ему важны уже какие-то вещи, которые лежат за гранью, там экономии, да, скидок и так далее. И что мы можем ему предложить в рамках этой кросс-группы? Мы можем подобрать себе партнера, допустим, который продает меховые изделия, да, который продает, к примеру, ну там кожаные какие-то там дорогие сумки, да, качественные аксессуары, часовой салон, допустим, может быть партнером ювелирного магазина, в случае, если у него нет ювелирки в ассортименте. Это может быть какая-то дорогая химчистка, допустим, поблизости, да, то есть если вы формируете вот такую вот кросс-группу по ценовому сегменту премиум плюс, то скорее ваша концепция будет лежать в плоскости клуба привилегий, да, клуба клиентов, там клубные карты, да, которые предлагают клиенту не только какие-то выгодные условия от использования этой карты для себя, но и в том числе предложение от интересных партнеров, которые этому клиенту интересны. И не обязательно, чтобы ваши партнеры находились в шаговой доступности. То есть условно, если я покупаю шубу, в Снежной Королеве мне предлагают какой-то сертификат, допустим, подарочный, бонусную карту скачать, ювелирного магазина с там 10 тысячами баллов на счету, я понимаю, что, ой, да, я как раз хотела себе сережки посмотреть, мне не принципиально, чтобы этот ювелирный магазин находился буквально там за углом, я спокойно могу доехать на другой конец города, воспользоваться этим предложением. И ювелирный магазин получит своего целевого клиента. Дальше. Это схожая целевая аудитория, то есть кросс-группа по интересам. Вот как раз кросс-группа ДОМ, которая в Краснодаре реализована, да, я привела в пример. Это как раз по принципу интересов своей целевой аудитории, да, сформированная кросс-группа. Вот смотрите, я провожу определенную, ну, так скажем, черту, да, между видами партнерства. Вот эти вот первые три вида партнерства я рассматриваю как базовый уровень. То есть то, с чего, в принципе, можно начинать, когда вы уже внедрили UDS, когда вы проработали свои бизнес-процессы, когда ваши сотрудники уже с отработанными скриптами, когда они уже спокойно оцифровывают клиентскую базу, они уже могут клиенту рассказать, как рекомендовать, как использовать баллы для себя. То есть ваш бизнес уже готов к тому, чтобы подключать партнера. Вы можете начать вот с какого-то из этих трех базовых видов партнерства. Когда вы попробовали, уже откатали вот такой формат сотрудничества с компаниями, вы можете пойти дальше. И я здесь привожу в пример еще три вида, как я называю, продвинутого партнерства в формате кросс-маркетинга. Это уже такие более, так скажем, масштабные виды партнерства, которые достаточно интересны и их трех не использовать просто. Это событийный маркетинг в первую очередь. То есть смотрите, если ваша компания принимает участие в отраслевых выставках, в каких-то мероприятиях, в каких-то мероприятиях, да, там день клиента, день открытых дверей, это может быть какая-то там презентация, это может быть какой-то благотворительный вечер, какое-то культурное мероприятие, или, может быть, вы являетесь спонсором на какой-нибудь там тусовке, да, или генеральным партнером, размещаете QR-код из UDS, создайте источник трафика дополнительный, да, функционал UDS это позволяет, и используйте этот промокод для размещения на просволах, на брендированной упаковке, на каких-то, может быть, да, там, раздатках, программах этого мероприятия и так далее. То есть это как раз формат событийного маркетинга, когда вы разово используете какое-то мероприятие для того, чтобы оцифровать тот трафик, который через это мероприятие прошел. В частности, завтра и послезавтра у нас, например, в Москве проходит бизнес-форум, и во второй день я буду давать практическую часть на воркшопе «Как настроить кросс-маркетинг», и мы будем использовать ресурс бизнес-форума для того, чтобы компании, которые представлены, да, те гости, которые присутствуют на форуме, могли уже себе найти потенциальных партнеров и клиентов, и плюс, чтобы они оцифровали еще целевой трафик с этого мероприятия. Это как раз событийный маркетинг в действии будет. Следующий вид такого продвинутого уже партнерства – это регулярная партнерская программа либо сотрудничество на новом уровне уже с лидерами мнений, с блогерами, с экспертами, которые имеют большую целевую аудиторию, то есть либо там в Инстаграме, допустим, большое количество подписчиков, и вы можете использовать UDS как инструмент по оцифровке вот этого партнерства, да, по оцифровке результатов этого партнерства, чтобы понимать, допустим, приходят ли к вам от рекламы у этого блогера просто подписчики. Но мы с вами понимаем, что для вас, как для бизнеса, подписчики не имеют на самом деле большого значения. Важно, кто из этих подписчиков конвертировался в действующего клиента и принес в ваш бизнес деньги. И вот здесь вы можете как раз сотрудничать с блогерами на постоянной основе, разработав для них партнерскую программу с помощью UDS, когда они свой промокод размещают в своих продающих постах, в сторис, в таком нативном рекомендательном формате, говорят о вашем бизнесе, и те баллы, которые накапливаются у них от покупок тех из подписчиков, которые стали вашими клиентами, да, они могут использовать также в вашем бизнесе на ваши услуги продукты, либо вы можете с ними договориться о выплате агентского вознаграждения. По такому же принципу можно реализовать партнерскую программу в B2B, то есть если мы раньше говорили о том, что UDS это инструмент там исключительно для сферы B2C, для розницы, то сейчас все больше и больше клиентов у нас появляется в B2B, и для себя UDS рассматривает как прекрасный инструмент оцифровке агентских вознаграждений, как я это назвала, легализованный откат в цифровом таком формате, да, чтобы это было прозрачно для всех участников процесса. Давайте пойдем дальше. Немножечко, ой, немножко я перескочила, я прошу прощения. У нас с вами буквально остается 10 минут до конца вебинара, и я бы хотела, сейчас, секунду, секунду, я бы хотела вам показать несколько примеров, что дает мобильное приложение для партнера и для клиента, мы это с вами знаем, прекрасно понимаем. Я прописываю презентации по шаговую реализацию партнерской программы, я не буду на ней останавливаться подробно, покажу вам несколько примеров. Пример событийного маркетинга. Мы проводили в московском офисе День открытых дверей, и я показывала кейс одного из своих клиентов, показала промокод, и с этого мероприятия у нас оцифровалось больше 60 клиентов. Часть из них пришла и сделала выручку этому ресторану. Опять же, результат, выручка от клиентов, пришедших по рекомендации в новостной ленте партнера, составила почти 50 тысяч рублей. Это уже была выгрузка в аналитике, и мы смотрели, какой результат, какая эффективность от этого партнерства. И смотрите, что важно, для того, чтобы не только качественно подобрать партнера, исходя из тех моментов, которые я проговаривала, но и для того, чтобы это действительно было эффективно, важно, чтобы бизнес был оформлен юридически, безусловно, да, это понятно. Вот здесь, ну, пример, да, приведена, все-таки приведен формат локационного партнерства, но это, как мы уже с вами увидели, не обязательно. Безусловно, должна быть уже какая-то оцифрованная клиентская база в этом бизнесе, либо если в вашем бизнесе, если вы находитесь на старте, но клиентской базы у вас еще по факту нет, тогда вы можете предложить своим потенциальным партнерам по кросс-маркетингу, ну, какую-то агентскую историю, да, за то, что они вам, они с вами будут делиться своей клиентской базой. Безусловно, в вашем бизнесе должно быть сформированное уникальное торговое предложение, и вы должны знать свою целевую аудиторию, и важно замотивировать персонал качественно, чтобы они активно участвовали в этом процессе, и действительно клиентам вкусно, интересно, вы через качественные скрипты доносили информацию о том, что есть такая замечательная партнерская программа, и вот столько предложений от наших партнеров, потому что все-таки наш сотрудник – это точка входа нашего клиента. И если говорить о том, что же все-таки UDS, да, по факту на сегодняшний день, это, ну, как я считаю, уже на практике, на своей, это лучшая система для отслеживания, оцифровки результатов кросс-маркетинга, потому что она позволяет сделать этот процесс максимально прозрачным для всех участников. И, собственно, чтобы немножечко сгладить, так скажем, технические нюансы, которые у нас сегодня возникли, да, мы немножко с вами потом поторопились в презентации, не все подробно рассмотрели, вы можете отсканировать мой промокод, честно, писать мне в приложении личные сообщения по поводу презентации, скинуть в свою почту, и я вам вышлю эту презентацию, чтобы у вас она была под руками, так скажем, под рукой для того, чтобы, когда вы соберетесь настраивать кросс-маркетинг, чтобы эта презентация, ну, так скажем, помогла вам в качестве какой-то инструкции, какой-то памятки, подсказки, и мои контакты, я рада быть вам полезна, если будут у вас какие-то вопросы конкретно по компаниям, по партнерству, звоните, пишите, буду рада вам помочь. И сейчас у нас с вами есть еще несколько минут, буквально 5-7 минут, для того, чтобы я могла ответить на ваши вопросы. Еще раз приношу извинения за технические неполадки, целых 10 минут времени война с гаджетами у нас с вами отняла, но вы сможете уже в спокойном режиме изучить презентацию и уже задать мне какие-то личные вопросы по настройке. Так, я разблокировала чат. Если есть вопросы, давайте мы с вами поговорим. Я сейчас выключу запись. Так, все. Ну и, собственно, вот у меня есть вот такой слайд. Просто начнем.